Добрый день, друзья! Вы уже наверняка слышали удивительную историю выигрыша простой пенсионерка из Подмосковья одного миллиарда рублей в лотерею прямо перед самым Новым Годом. Сегодня я расскажу о том, насколько в самом деле проста эта дама, а вы, пожалуйста, распространите это видео. Наши люди слишком много денег теряли за последние 30 лет. Хватит с нас лохотронов, но не должны наши люди верить в эту чепуху. Хватит покупать эти дебильные лотерейные билеты. Нормальное государство непременно прикроет эти лавочки. Вопрос лишь в том, когда нам удастся создать это самое нормальное государство на идеях социальной справедливости, народовластия, развития. Итак, медиакиллер пишет. Вы только почитайте эту невероятно милую историю новогоднего чуда. Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила купить билет. Обычно я смотрел и счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три. Сначала пачки, из середины, из конца. Ну не чудо ли? Чудо! Так что срочно бегите обменивать свои кровные денежки на лотерейные билетики 100 лото в ближайшем торговом центре. Хотя погодите. Давайте, может, чуть больше копнем про нашего нового подмосковного Рокфеллера. Нехитрым поиском мы находим страничку победителя лотереи, Надежды Барташ. Кстати, на данный момент страница уже заблокирована, как и многое, о чем я буду читать. Мошенники активно заметают следы. Обычная тетя, скажете вы, выглядит как миссионерка. Но давайте найдем фотографию ее сыночки-корзиночки. По ней найдем и самого сынульку, и вот тут начинаем охреневать. Под псевдонимом Алексей Романов скрывается уж больно успешный молодой человек, 1990 года рождения, который еще 24 лет от роду уже разъезжал по миру на своем ленд-ровере. Откуда у сыночка подмосковной пенсионерки такие цацки? Давайте посмотрим на его бизнес-профиль. Через номер машины, который не закрыт только на одном фото, мы находим фамилию и имя отчества нашего героя. Барташ Алексей Алексеевич. Точно так же зовут владельца ООО «Шосткая» целого рыбного хозяйства в Тверской области. То есть бизнес по разведению рыбы очень крупный. Странно, что некая Барташ Надежда Николаевна, видимо тоже однофамилица нашей победительницы в лотерею, но не может же это быть наша простая пенсионерка, является соучредителем рыбного торгового дома «Царская Сетр», который торгует и корочкой. Эта же компания является эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании КВР Куртфуд Процессинг «Королевство Саудовской Аравии». Вдруг начинает проясняться, что не такая уж бедная наша Просковья из Подмосковья. Идем еще дальше. Бывшим генеральным директором торгового дома «Царский Осетр» является некий Сергей Карагланов. Если поизучать его биографию, то становится понятно, что человек он не простой. Только в шести здоровенных компаниях он был генеральным директором, одной из которых является торговый дом «Джермук», известный армянский бренд из одноименного города в Армении. А теперь читаем немного обвинений в адреса владельца бренда «Столато», которые звучали еще четыре года назад. Многих правда смущает, что самый крупный из известных лотерейных миллионеров носит фамилию Бегракян, а директор этой жилотерей оказывается Саркисян Армен Миружанович. Мы можем еще долго писать про интересные повороты в биографии нашей новоиспеченной народной миллиардерши из Подмосковья. Например, что вторым владельцем ленд-ровера и ее сынульки был Александр Шингель из другого крупного рыбного хозяйства, который не платил зарплату своим сотрудникам. Кстати, как и сынулька нашей надежды. Или что Ростехнадзор выявил 20 нарушений на гидротехнических сооружениях наших осетровых королей, но потом все тихонечко замялось. Но зачем это все? Лучше почитайте волшебную цитату от нашей миллиардерши. Супруги утверждают, что в ближайшее время их жизнь никак не изменится. Они намерены продолжить развитие семейного дела. А на память о выигрыше надежда хочет купить себе украшения. Так что вы продолжайте и дальше верить в чудесные выигрыши простых тетушек из народа, которые сами признают, что у них есть семейное дело, которое надо развивать. А тем временем сыркисяны, бегорокяны и прочие караглановы с джемурками будут вкладываться в семейные бизнесы. Легализация миллиарда путем публичной сказки про выигрыш в лотерею, фактически отмывание денег, ребята, отмывание денег. Такого мы еще не помним в нашей стране. На данный момент история уже получила яростное опровержение от стола АТО. Молодые бизнесмены проплатили компанию в телеграм-каналах по обелению своих имен. В ответ на это история получает новые подробности. Наша миллиардерша Барташ Надежда Николаевна, как мы уже выяснили, является учредителем рыбного торгового дома «Царский осетр», который торгует и корочкой. Что еще важнее, бывшим гендиректором этого торгового дома «Царский осетр» является некий Сергей Карагланов. Так вот, этот Карагланов очень непростой чувак. Он потомственный военный, наследник огромной армянской династии, которая служила еще советским лидером. Сам же он еще при Ельцине был председателем оборонэкспорта, распродавал нашу военку за рубеж. Так вот, этого влиятельного дядьку в одном из журналистских расследований называют «патриотом Армении и Московской мэрии». Еще Лужковской. Все потому, что наш Карагланов, Сергей, был соучредителем с Караглановым Владимиром в фирме ООО «СКВ Интернешнл». Владимир Карагланов – это крупный московский застройщик. Представляете себе, строительством занимается. Генеральный директор ЗАО «Стройсервис», а Сергей – это военная крыша, которая занимается военным строительством. И как-то так получилось, что Владимир Карагланов был членом правления закрытого акционерного общества «Моспромстрой», крупнейшего московского застройщика отелей в Лужковской Москве и кучи всего остального вплоть до «Храма Христа Спасителя». Так вот, куратором «Моспромстрой» был один московский чиновник, скромный вице-мэр Иосиф Орженикидзе, в видении которого был весь гостиничный и игровой комплекс Лужковской Москвы. Так вот, что интересно, родная дочь Иосифа Орженикидзе, Эка, является родной женой Армена Саркисяна, владельца 100 лото. Как говорится в известном меме, вот это поворот. То есть, связь прослежена расследователями молодцами из Телеграма абсолютно прямая. Между всеми этими дельцами, между этой самой Надеждой Бартош, ее семьей, ее семейными бизнесами, в особенности торговыми бизнесами, в которых много армянских фамилий. И эти же армянские фамилии являются родственниками владельцев 100 лото. Ребята, по-моему, вообще-то этим должна заниматься Генеральная прокуратура, Следственный комитет. И никак уж не должны разбираться в этом добровольцы из Телеграма. И уж, конечно, не должны лапошить эти конторы мутные наших простых граждан, которые уже не знают, как поправить свое материальное положение, и, конечно же, готовы отдать деньги, и несут последние деньги в надежде хоть что-то выиграть. Друзья, нам надо держаться вместе, только вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте она с донатами. Жду ваших комментариев, и до встречи уже завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok